Рельсобалочный цех принял участие в волонтерской акции в РАСНТМК «Эстафета добрых дел». Сотрудники подразделения отремонтировали детский сад номер 16 в Новоазбесте. Депутат ЗАГС Собрания выезжал сюда на место, смотрел, разговаривал с управляющей детского садика. Потом принимали решение они совместно с управляющим Кушнаревым Алексеем Владиславовичем, тоже депутатом законодательного собрания. И рельсобалочный цех приступил к выполнению тех мероприятий, необходимых, чтобы детское учреждение вступило в зиму, уже подготовленное и на долгие годы. За полтора месяца сотрудники ЕвразНТМК помогли подготовить детский сад к зиме, заменили 25 окон, трубы, электропроводку, а также расчистили прилегающую к зданию территорию, где планируется оборудовать спортивную площадку. В благодарность за проделанную работу ребята подготовили концерт. Это те крутые люди, кто металлом выдает. Они сильны, красивы, статны, совсем справятся на раз. На Тагильском комбинате они работают у нас. Мы практически самое старое здание детского сада во всем пригородном районе. Нам в следующем году будет 55 лет. И, конечно, такого глобального ремонта капитального у нас не было никогда. Да, потихоньку, постепенно мы что-то заменяли. Но вот такой глобальной помощи, конечно, мы даже не ожидали. Для нас это явилось большой радостью. Мы прямо всем коллективам не знали, что выбрать, чтобы нам сделали, потому что нужно было сделать все. Волонтерской акции «Металлургов» полтора года. Инициаторами эстафеты стали доменщики. Они помогли реабилитационному центру «Радуга». Затем за дело взялись столевары. Волонтерами акции стали уже порядка двух тысяч металлургов, которые оказали помощь 12 образовательным учреждениям. Чем больше будет таких благотворительных акций, тем меньше останется ветхих таких садиков, дошкольных учреждений, школьных учреждений. Тем комфортнее будет пребывать детям в этих учреждениях, и дети будут больше развиваться. А предприятиям это будет как благодарность, наверное, какая-то. Эстафетную палочку волонтерской акции рельсобалочники передали автотранспортному цеху.